Мой самолет повредился. Я попробую его вывести, но он уже не управляет. Я выбросился с парашютом. 8 августа 1941 года 22-летнему молодому летчику Виктору Тололихину было присвоено почетное звание герой Советского Союза. Он совершил первый в истории мировой авиации ночной таран и уничтожил немецкий истребитель. О подвиге советского солдата рассказали жителям Старых Химок. Встреча прошла на Аллее Героев, что вполне символично. Когда происходят такого рода мероприятия, это очень важно. Я советую всем жителям города Химок присоединяться к таким нашим встречам, общаться, узнавать друг друга, помогать городу. И я думаю, что это сделает нас всех лучше. Такой своеобразный урок истории провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». А после организовали субботник, в котором приняли участие неравнодушные жители, а также сотрудники предприятий и городского хозяйства. Убирали мусор, листья, поломанные ветки. Я показываю своим примером и своим отношением, что не все равно. Места славы, места патриотики должны находиться под особым контролем и находиться всегда в порядке. Аллея Героев Трудовой Славы – памятное и знаковое место в Химках. Здесь портреты знаменитых авиаконструкторов и почетных химчан. Поддерживать порядок в этом месте необходимо. В Химках очень много людей, которыми город гордится, которые внесли неоценимый вклад в развитие не только нашей страны, а различных мировых отраслей. Поэтому, конечно, мы должны помнить свою историю, мы должны говорить об этом, мы должны передавать эту память нашим детям. Субботники в городском округе проходят регулярно, но, пожалуй, впервые он был посвящен памяти легендарного советского летчика Виктора Талалихина. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.